друзья всем огромный привет сегодня у нас очень интересная тема и эта тема интересная прежде всего тем что подобные вещи которых мы сегодня будем с вами говорить а это именно тонирование градиентами это все как правило входит в платные курсы которые вам предлагают как правило за немалые деньги но я считаю что она этого не стоит и такие вещи вы должны получать совершенно бесплатно потому что ну искусство принадлежит нам искусство принадлежит народу искусство принадлежит 7 поэтому вы сегодня узнаете все о градиентах как ими тонировать и как вы помните из предыдущего урока вот из этого мы на основании градиента создали с вами замечательный лут и да друзья если вам не безразличен мой канал и вы хотите участвовать в формировании контента и если вы еще не голосовали обязательно зайдите вкладочку сообщества и проголосуйте вот в этой голосовалки На основании этого опроса и следующих, которые выйдут в ближайшее время, будет формироваться контент, формироваться видео уроки моего канала. Итак, друзья, вы на канале Art Photo Live, меня зовут Серджио, и мы здесь... А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Ну, нет, конечно, не плюшками балуемся, мы здесь серьезно занимаемся фотографией. Итак, друзья, первым делом, что вам необходимо сделать, это остановить на паузу и скачать 9 моих градиентов, которые я сделал сам, которые я очень часто использую в тонировании своих фотографий. И да, после применения своего пресета в Lightroom, либо в Camera Raw, я довольно-таки часто накладываю фильтр, который я сделал благодаря функции Photoshop градиенты. Этими фильтрами я не злоупотребляю, зачастую они у меня накладываются в соотношении 7-10% на изображение. Это практически не меняет то тонирование, ту цветокоррекцию, которую я наложил в Lightroom, но тем не менее добавляет такую легкую перчинку в мои фотографии. Итак, друзья, вы скачали 9 моих градиентов, бросили их в папочку, чтобы не потерять куда-нибудь на диск ABCD, неважно. В папочке фотоальбом или фото, как у вас там называются, можете хранить эти градиенты. Не обязательно их держать где-то в системной папке, где хранятся другие пресеты, другие градиенты. Вовсе не обязательно. Там, где вам удобно. Далее, друзья, что мы с вами делаем? Опускаемся вниз, нажимаем на кнопочку создания нового корректирующего слоя и выбираем здесь карту градиента. Неважно, какой градиент у вас открылся, кликаем вот здесь вот два раза. У нас с вами открывается вот такое вот окно, вы можете кликнуть вот сюда на шестеренку и импорт градиентов, либо сразу нажать вот сюда вот импорт, далее перейти в место, где у вас скачаны градиенты от Art Photo Life. И давайте с вами выберем самый первый градиент и кликнем загрузить. Как вы видите, у нас появилась новая папочка и внутри лежит градиент. Идем дальше, нажимаем импорт, следующий градиент, загрузить. Импорт, следующий градиент, загрузить. И таким образом мы с вами загружаем все девять градиентов. И да, друзья, если вы заметили, то у меня в этой папке не было никаких градиентов. Я специально почистил эту папочку от всех градиентов, для того, чтобы вам было удобнее наблюдать за моими действиями. И да, вы всегда можете удалить и вернуть градиенты, которые здесь находятся по умолчанию. Для этого вам необходимо кликнуть на шестеренку и выбрать здесь добавить градиенты по умолчанию. И вы в любой момент можете их как удалять, так и добавлять. Итак, друзья, мы с вами добавили градиенты. И давайте кликнем теперь сюда на ОК. Этот градиент, который вышел по умолчанию, нам не нужен. Итак, друзья, теперь давайте по порядку, где, как и когда мы используем наши градиенты. Итак, у нас есть замечательная фотография, которая уже обработана в Lightroom, либо в Camera Raw. Пресет я специально применил такой, достаточно холодный. Как вы видите, это можно легко заметить по платьишке у модели и по фону. Фотография такая, носит легкие прохладные оттенки. И теперь мы переходим с вами вниз в корректирующие слои и выбираем карту градиента. У нас, как всегда, выскакивает градиент по умолчанию, нам это неинтересно. Кликаем два раза и у нас появляются здесь наши замечательные градиенты. И теперь, друзья, я хочу обратить ваше внимание на то, что градиенты, которые скрыты под верхними папочками, это градиенты холодные и сюда они нам не очень подойдут. Эти градиенты я использую для городской фотографии. Да-да, градиенты не обязательно применять в портретах. Вы градиенты можете использовать абсолютно в любом жанре. И в пейзажах, и в архитектуре, и в тревел фотографиях, и, конечно же, в портретах. Портретные градиенты у меня, как правило, вот эти вот три я использую в основном только их. Это вот такой вот коричневый кофейный оттенок. Он немного разный. Три вот таких вот градиента. И есть еще один оранжевый, который дает более такие яркие оттенки. Итак, друзья, давайте мы с вами выберем вот этот вот оранжевый градиент. Пока не обращаем внимания на фотографию, понятно, что такое изображение быть не должно. Кликаем ОК. И теперь, друзья, вот такой вот нюанс. Если фотография снята у меня в светлое время суток, если у меня на фоне светлое небо, то я, как правило, использую умножение, либо перекрытие. После чего регулирую непрозрачностью и подбираю ту тонировочку, которая мне больше нравится. Но если фотография, как эта, у меня снята на темном достаточно фоне, то вот, друзья, что самое главное. Обратите внимание на такие режимы наложения, как мягкий свет и жесткий свет. И я вам скажу по секрету, что я чаще всего, да и не только я, а большинство фотографов, чаще всего используют режим наложения мягкий свет. Это тот самый режим, который дает легкую тонировку, при этом практически сохраняет контраст и не убивает те цвета и ту цветокоррекцию, которую мы наложили, когда обрабатывали эту фотографию в Lightroom, либо в Camera Raw. Ну и, конечно же, такая непрозрачность нам не подходит. Мы давайте ослабим немножко этот фильтр и сделаем, пожалуй, где-то в районе 50, наверное, будет достаточно. Давайте посмотрим без градиента и с градиентом. И почему лично мне нравится использовать такие темные градиенты на холодных фотографиях? Потому что на синие оттенки ложится красивый коричневый цвет, и мы получаем такую интересную кинематографичную картинку. Мне это очень нравится. Надеюсь, это тоже вам зайдет. Далее, друзья, давайте кликнем два раза на градиент, зайдем сюда, и я вам покажу очень один такой интересный фокус, который в будущем вам поможет создавать ваши новые градиенты и использовать их в своей обработке, в своей цветокоррекции. Как мы в предыдущих видео разбирали с вами и всегда применяли оттенки, которые у нас затрагивают темные области слева и светлые области справа. И как вы помните, мы каждый раз подбираем определенный цвет в тенях и определенный цвет в светах. Далее, друзья, какие свойства градиентов вам необходимо знать для того, чтобы более эффективно и грамотно использовать именно такое тонирование в своих изображениях, в своих фотографиях. Так вот, друзья, обращаем внимание теперь вот на эту вот шкалу, где расположен сам непосредственно градиент, и мы здесь видим с вами несколько ползунков. И в середине вот такая вот маленькая еле заметная точка. Так вот, друзья, если мы эту точку будем двигать вправо, то у нас темная часть градиентов сместится также немного вправо, и таким образом коричневая тонировка у нас больше будет воздействовать на средние оттенки. Также при нажатии вот сюда, здесь у нас активируется вот эта вот позиция, и мы можем стрелками на клавиатуре регулировать тонировочку, и как видите, она у нас меняется. 50 – это среднее положение. Также вы можете сдвинуть области в светлых оттенках и в темных оттенках, для того, чтобы сделать более такой сжатый градиент, который также будет отображаться немного иначе на ваших фотографиях. Двигаемся дальше, друзья. Итак, когда вы наводите курсорчик непосредственно на сам градиент, то, как вы видите, у нас появляется пипетка. И при помощи пипетки, хоть довольно-таки грубо, но мы также можем менять свойства нашего градиента. Итак, при выделенных светлых участках, если я кликну вот сюда вот, вы видите, у меня более сильнее закрашивается средний тон. Если я кликну вот сюда вот ближе, то таким образом я могу получить градиент в светлых участках, более приближенный именно к теням. Вернемся к исходному градиенту. Теперь я выделяю темные участки. И также при наведении пипетки я могу сделать градиент немного светлее, либо осветлить полностью. Это еще одно свойство градиента, которое также можно использовать в своей цветокоррекции при построении своих фильтров. Дальше, друзья, третий секрет. Теперь обращаем внимание. Вот сюда я навожу и вижу пипетку, а навожу чуть ниже, вот под эту линеечку градиента, и у меня появляется лапка. И давайте я кликну лапкой вот сюда на это поле. И чудо! У нас появился еще один ползунок и два дополнительных ползунка. Таким образом мы с вами создали некий такой дабл градиент. И да, друзья, теперь во всех этих трех точках мы можем сделать свою тонировку, которые затронут темные участки, средние и светлые. Таких точек вы дополнительно можете поставить еще. Таким образом создавая более сложные градиенты, которые будут влиять более точно и ювелирно на ваше изображение. Вот как вы видите, мы можем создать вообще некую зебру, влияя практически на любой оттенок на нашем изображении. Здесь, друзья, нет каких-то рецептов. Используйте цветовой круг Итана для того, чтобы создавать ваши неповторимые оттенки. И, конечно же, не забывайте регулировать непрозрачность. Давайте сделаем с вами какой-то более приземленный градиент. Я не советую использовать большое количество оттенков. Двух, максимум трех вам будет достаточно. Давайте мы кликнем вот сюда на эту область. И сделаем с вами здесь цвет. Ну, конечно же, не синий. Сделаем средний тон, друзья. У нас очень сильно влияет на изменение цвета кожи. Поэтому, когда мы выбираем средние тона, нам необходимо обращать именно на цвет кожи. И мы можем получить таким образом либо загорелый цвет, либо такой яркий, красивый оранжевый. Но будьте, пожалуйста, осторожны. Самое главное во всем чувствовать меру. И, друзья, не забывайте то, что я делаю. Я сейчас вам показываю лишь пример. Не берите за основу те оттенки, которые я сейчас туда добавляю. Потому что я это делаю на скорую руку для того, чтобы показать, как работает данный инструмент. Конечно же, работа с кожей требует более серьезного подхода. Теперь, друзья, когда мы с вами создали градиент, который состоит из трех оттенков и который затрагивает темные, средние, светлые тона, мы с вами этот градиент можем сохранить. У нас с вами открыта папочка Orange. В ней присутствует вот такой вот градиент. Присваиваем ему название, которое вас устраивает. И кликаем вот сюда новый. И у нас здесь появляется дополнительный градиент. Таким образом, вы можете обогащать коллекцию ваших градиентов и собирать ее под различные условия, под различные жанры. Ну что, двигаемся дальше. Итак, друзья, мы с вами разобрали, как тонировать фотографию градиентом. Да, и теперь эта магия градиента в фотошопе нам подвластна. Ничего там сложного на самом деле нет. Теперь, друзья, давайте мы с вами откроем городскую фотографию, которую я уже обработал в Lightroom. одним из своих пресетов. И посмотрим, как наложить на него холодненький градиент. Итак, я захожу в корректирующие слои, выбираю карту градиента. Кликаю два раза для того, чтобы у меня открылось окно. И посмотрим, что у меня тут есть. Давайте я выберу свой градиент, который называется Dark. Кликаем ОК. Меняем режим наложения на мягкий свет. И меняем непрозрачность. Я поставлю буквально где-то на 20. Я думаю, будет достаточно. И давайте посмотрим, как изменилась наша фотография. Итак, было, стало. Было, стало. Да, друзья, если вы заметили, что у нас сильных изменений в данном случае не происходит, но мне этого и не нужно. Мне нужно всего лишь мою тонировку, которую я использовал в Lightroom, усилить и добавить контраст в цветах. Именно того, чего мне не хватало в Lightroom, потому что можно, конечно, там докручивать при помощи ползунков контраста и при помощи RGB кривой, но все-таки Photoshop дает более интересный, более локальный контраст в темных и светлых участках на моем изображении. Итак, друзья, для того, чтобы вам эффективно использовать ваши градиенты, не забывайте использовать также кривые, которые позволяют уменьшать или увеличивать контрастность изображения. И для ослабления контраста вы можете буквально чуть-чуть сделать S-образную кривую, только обратную. Не классическую, как мы привыкли, а выгнуть в другую сторону. Таким образом вы смягчаете контраст. Далее, друзья, что вам не следует пренебрегать и что я вам советую использовать, это очень интересный корректирующий слой, который называется сочность. И вот здесь, в ползунке сочность, в отличие от Lightroom, скрыт очень интересный алгоритм. Как вы видите, что фотография не набирает так сильно в цвете, как в Lightroom, но фотография на самом деле приобретает такой открыточный эффект. Сочный, красивый, и этот ползунок сочность именно действует на локальных контрастных участках, что делает фотографию более интересной и привлекательной. Итак, друзья, в этом видео мы с вами разобрали, что такое карта градиента, как ее использовать, какие секреты и тайны она в себе хранит. И в следующем видео, друзья, мы с вами научимся записывать экшены. И не просто записывать экшены, а строить свою панель для ретуши и обработки фотографий в фотошопе. Поэтому, если ты не подписан на мой канал, обязательно подпишись, чтобы не пропустить следующие полезные уроки по обработке фотографий. А если ты впервые на моем канале, не забудь заглянуть в инстаграм и забрать подарочные пресеты. На этом, друзья, все. Желаю вам творческих высот. Всем пока и до новых встреч. С вами был Серджио. Красивых фотографий и легкой обработки. С вами был Игорь Негода.